Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию Суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Также, ребятушки, прошу подписаться на мой телеграм-канал. Так, ребятки, слушаем Горгород-2, ребятки. Мы начали слушать Горгород-1 Оксимирона, а это уже у нас слава КПСС. Да, ребятки, Горгород-2. Что там будет, ребятки, я не знаю. Давайте слушать, друзья. Мне интересно. Это якобы продолжение, я так поняла, да? Горгород-2, продолжение Горгород-1, да? Параллельно два альбома слушаем. Да, да. Так, ну, мне нравится он хорошо. Вот вступление пока. Это у меня один из фаворитиков моих. Я его альбом слушала, я его рэпы слышала, баттлы слушала. Мне он очень нравится, ребятки. Это мой фаворитик. Что за власть, говорит, в Горгороде? Ненормальная, говорит. Не нравится, говорит, мне. Неизвестно, говорит, в этом городе, как люди будут жить. От заката до заката или до старости. Неизвестно, как получится, куда пойдет, ничего непонятное. Там идет перестрелки разные. В этом городе низ, вон, смотри, даже по картинке, ребятки. Там не знаешь, что творится. Не знаешь, что творится. Стреляют, кушают, едят, дерутся, ребятки. Все, что хочешь, друзья. Там все вместе, и животные люди, все вместе, короче. Лучше, пожалуй, начать сначала, да? После событий первой части я оказался в коме. Алло, Марк? Это я, Кир. Да, да, я все-таки решился на переход. Знаешь, ужасно глупо записывать эти сообщения, зная, что ты в коме. Но для меня это такой способ выговориться. Мне так тебя не хватает. Привет. Да, да, вот история, Марк. Да. Вот, ребятки. Марк писатель. Да, смотрите, у них противостояние какое. Оксимирона и Слава КПСС. Мне писали, ребята, спойлер их называют, да? Ребятки мне писали, тайну раскрыли. У Оксимирона... Марк. Марк. Главный герой. Застрелили. Да, застрелили. А может и нет. А может и нет. Загадка. А Слава КПСС, ребятки, сделал так, как будто он в коме лежит. Понимаете? Марк. Да, да, да. Герой Оксимирона. Да, да, да. Понимаете? И вот они, у них противостояние. Понимаете, ребятки? Интересно послушать, что будет дальше. Говорит, это самый... Марк говорит, все нормально будет, все нормально. Башни слоновые кости четких останутся, баха моя выберутся с Джоханамом. Что как собака скажет, но не про меня, жизнь на смерть не променял. И пускай декабрь, инфарь, февраль, март, мешал, март весь крови. Как соцар, пупель, май, июнь, июнь, я трекман, инотан. Прости, я не могу перезвонить, у тебя в кофе, братан. Счетения, как будто перешел, но пошел там. Вдох, вверх, но морсянку не поймет врач. Ярость, как зашел на двань, и Ярославный плачет. И пусть будто бы морская, он скачет. А что исполнение тебе нравится больше? Вот мы первый трек слушаем. Мы слушали Оксимирона и КПСС. Чья подача вообще исполнения? Я не могу даже ничего сказать, потому что они мне оба нравятся. Каждый по-своему. У каждого своя изюминка. Нет. Во-первых, Оксимирон, он старше Слава КПСС. Он намного старше, и он опытнее. Мне понравилось, что вот этот гнойный, да, вызвал его на батл, понимаешь? И он не уступил ему. Мне это очень понравилось. В моих глазах вот Слава КПСС очень вырос. Я ничего не могу сказать прямо плохого. Мне он очень нравится. Очень мне импонирует. А мне больше нравится, как КПСС исполняет. Ну, КПСС, я про него и говорю. Я про этот альбом говорю. А-а-а. По первому треку судить. Как тот трек первого, Оксимирона, был этот, чьей тебе больше, чьей исполнение больше нравится. Я пока не могу сказать. Пока не могу сказать. Я вот завтра послушаю, потом я уже скажу. Пока нет. Пока ты не хочешь, да? Я не хочу и пока не могу говорить ничего. Потому что еще мне надо много слушать, ребят. Много. Пока мне нравится. Противостояние КПСС Оксимирону. Видите, он как вывернул все. У него Горгород-2. И что Марк живой. Он просто лежит пока. Но он все знает. Он все слышит. И исполнение мне нравится. Он очень хорошо исполняет. Ну, Оксимирон исполнение мне тоже нравится. Нет. Но Оксимирон, он как-то немножко истерично пел. Он в очень-очень быстром темпе. Мне нравится. Прямо исполнение интересное. Да, да. Видишь, голоса меняет. Он молодец. Он ничем не уступает Оксимирону. Такой же талантливый, да? Талантливый. Но текст тоже очень-очень интересный. Потому как составлен текст, да, действительно не уступает Оксимирону. Очень классно написал. На моих костях старуха, как бы КМК. У меня сериал видений Netflix или МТВ. РМТ, ОРТ, РТС, РМТВ. ГОЛОВЕ. Я ПОЦЕПИЛАТ НА РАЗА ПАПА. Что это? ГОЛОС ГУРУ, ЧТОЛИ? На ЭФМ ВОЛНЕ? Я ПОЦЕПИЛАТ НА РАЗА ПАПА. ГОЛОВЕ. 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 Не дошибайся, спи хоть целых сотню лет. Тут есть два сумма, но, поверь, для тебя места нет. Пока спи, говорит, тебе здесь места нет. Спи, отдыхай, Марк. What a story, Марк. Привет! Ты пришел в себя! Скоро навещу тебя. Только я сейчас за горгородом. Прошу тебя, ничего не предпринимай, пока я не приеду. Тут столько всего произошло, и этот фанатик, что в тебя стрелял, все еще на свободе. Будь осторожен. Следующий трек. Следующий трек начался. Как называется? Девочка-милов. Марк вонючий в палате очнулся от сна. Второй сон, как встает, а это Макс-2. Рядом медсестра, не нужен медсестра. То есть горд, сестра, вот это Макс-2. Устал, то есть орган суреткой поднялся. Марк, походу, запал так, в поделе яйца. Интересно, ребятки, слушаю. Действительно, как спитакр слушают, да? Вот интересно. Аудиокнига. Да, аудиокнига, прям настоящая. Молодцы, ребятки, прям молодцы. Мне очень нравится. Худой отпечаток яйца на простыне оставив. Вскрылся в туалете, встав на костыле. Что за бес во мне? Я проклятый гребенок Розмари. Пойки госпелы над Марком в медицинском костыле. Я мечтал об Алисе, но я была сильнее. Эта тетушка старее, чем хамили смей. Ох, Алиса, Алиса, воскреска кубак. Да, я сдерживаю мозг, но фуи никак. Она жопою виляет, как и горький. Улюбился в пожилую медсестру. Как очнулся. Да, как очнулся, увидел ее, да. Интересно, да? Прямо события разворачиваются, да? Я искал тебя и вот. Моя девочка миф, а-а, 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 моя девочка миф, а-а. Ну что, ребятки, мне нравится, очень интересно, да? Уже у него какие-то мысли такие нехорошие, да? Роман завел. Да, роман завел. Кое-что мечтает о чем-то, да, ребятки? Значит, себя хорошо чувствует. Да. Видите, понравилась ему женщина. Он хотел с ней поближе познакомиться, ребятки. А его, короче, избили, да, получается? И он говорит, дяденьки, не бейте, я, говорит, очень хороший человек, да? Да? Я так поняла? Или неправильно? Сняли на видео, но это отсылка идет, как Жигана Ксимирона на видео снял. Поэтому, наверное... Видите, все секреты надо знать. Мы же знаем этот секрет. Ну, я знаю, но я не поняла. Марк, я тебе папочка или кто? Почему тебя нет в палате? Птичка шепнула мне, что у мэра есть какой-то компромат на тебя. Прошу, не ищи встречи с ним. Люди Куру могут влюбить срок только за одно упоминание его имени. И... Ну, что, ребятки, скажу. Прослушали два трека Оксимирона, два трека Покажка ПСС. Да, да, да. Ну, ребятки, я пока ничто не могу сказать. Они для меня шикарны. Две аудиокниги. Да. Для меня они оба шикарны исполнители. Музыкальные аудиокниги. Да, да. Мне оба нравятся. Но, ребятки, я еще пока думаю. Думаю. Выбираешь пока, да? Да, выбираю. А так я могу сказать один-один. Прям смело. Оксимирон мне очень нравится. Давно я даже помню, на лице писала Окси. Я была фанаткой его. Посмотрите там мои видео, ребятки. Мои первые видео, ребятки. Я вообще его слушала, да? Конечно, я половина не понимала. Да. А слова КПСС я влюблена вот недавно. То есть Оксимирон старая любовь и КПСС новая, да? Да, да, да. Но они мне оба нравятся. Поэтому пока не могу сказать никому, какое место даю. Просто слушаю, пока наслаждаюсь, ребятки. Ну, Оксимирон текст как-то был более напряженный, да? А у этого более... Он тут события в другим образом разворачивает. Мне нравится. Ну, продолжение, да. Похоже на продолжение. Да. Похоже на продолжение истории. Да. Ну, все, ребятки. Потом будем еще слушать. Завтра или после. Завтра посмотрим, друзья. По настроению, да? Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok